жизнь по талонам дефицит продуктов в конце 80-х годов был создан искусственно валерий бурт на ресурсе столетия за 3 августа 2019 года 30 лет назад с 1 августа 1989 года сахар москве стали выдавать по талонам самогонщики все скупили коротко объясняли представители власти жителям столицы но те лишь и равнодушно пожали плечами в москве уже ввели нормирование продовольствия в провинции это произошло еще раньше народ отвык удивляться все в огромной стороне перевернулась ног на голову приходилось уже не жить а выживать у автора этих строк дома хранится картонный прямоугольник с фотографией и фамилией карточка покупателя удостоверявшая что податель всего москвич имеет право нечто приобрести но чтобы купить надо было еще отстоять в длинной очереди и все время беспокоиться а вдруг то зачем стоял закончится где-то среди книг лежат и несколько маленьких голубоватых листочков это талоны на продукты почему я их не использовал не помню зато не забыл как жилось при талонах получали их в домоуправлении в магазинах корешок с названием месяца и товара отрывали сначала люди возмущались дожили старики вспоминали войну и боязливо пришептывали не ровен час америка на нас нападет потом все привыкли к талонам и не горевали а даже наоборот шутили рассказывали анекдоты например такой что такое перестройка правда только правда и ничего кроме правды еще перестройку называли переломкой и на чем свет стоит ругали генсека горбачева который потом стал президентом ссср коммунистическая партия еще была руководящей направляющей но уже только на бумаге воздух сотрясали от призывов воздух сотрясался от призывов лозунгов не смолкали митинги шли демонстрации никто не понимал что творится на широких просторах державы да и сама страна уже накренилась зашаталась в москве были талоны на табак водку сахар а в других городах на все продукты и товары вечно что-то исчезало из оскудевших магазинов то стиральный порошок то мыло то зубная паста но из-под полы все можно было достать когда люди собирались за столом с красочными подробностями рассказывали как где и у кого отоваривались самыми интересными были рассказы про водку за ней убивались прямом смысле слов как-то возле магазина я увидел мужика с окровавленной головой над ним колдовали врачи не отложки он счастливо улыбался и бережно ощупывал в бутылке слава богу не разбились а что происходило в жизни завершился вывод советских войск из афганистана режиссер любимов вернулся из эмиграции горбачев встретился с канцлером фрг колем в бонне произошли столкновения между грузинами и абхазами в сухуми первым секретарем цк компартии казахстана стал назарбаев взорвался газопровод около уфы сгорели два пассажирских поезда погибли 573 человека на заседании секретариата союза писателей ссср разрешили публиковать книги солженицына на 16 московском кинофестивале один из призов завоевал итальянский фильм похитители мыло нет это не про ссср газеты писали о задержках зарплаты на предприятиях нарастающем дефиците дефиците да что толку советы и предложения экономистов не помогали продуктов по прежнему не было между прочим нехватка еды большая или малая была в ссср всегда при всех правителях но все равно находилась чем утолить голод а тут как отрезало прилавки порой становились абсолютно чистыми при них абсолютно нелепо выглядели продавцы которые не знали куда себя деть народ стал наливаться злобой раньше тоску можно было залить водкой а сейчас и ее не стало сухой закон введенный в 1985 году большой привет 98-летнему егора кузьмичу лигачеву продолжал действовать большим очередям жителям ссср было не привыкать но тут выросли такие длинные хвосты что прошлое стало вспоминаться как благостный сон что же произошло куда все девал подевалась ведь и бескрайние поля колосились и богаты урожаи собирали и многочисленные фабрики работали все так более того производство продуктов в ссср в конце восьмидесятых готов увеличивалась и никаких перебоев пищевой промышленности не наблюдалось например 1987 году прирост производства по сравнению с 1980 годом в мясной отрасли составил 135 процентов мало сыродельной 131 в рыбной 132 мукомольной крупяной 123 неужели такой невероятный просто дьявольский аппетит прорезался у жителей советского союза да нет конечно виной всему был откровенный наглый саботаж он в итоге и развалил советскую империю точнее это сделали те кто хотел свалить коммунистов бывший первый секретарь московского городского комитета кпсс и юрий прокофьев рассказывал есть документ выступление будущего первого мэра москвы гавриила попова на межрегиональной депутатской группе где он говорил что надо создать такую ситуацию с продовольствием чтобы продукты выдавались по талонам надо чтобы это вызвало возмущение рабочих и их выступление против советской власти начались проблемы с куревом тоже как потом выяснилось искусственные чуть не все табачные фабрики страны почти одновременно поставили на ремонт при товарищи сталине это назвали бы вредительством с вытекающими отсюда последствиями а тут ничего демократия по свидетельству экс-председателя совета министров ссср николая рыжкова в москву в большом количестве приходили составы с мясом маслом другими продуктами молодые ребята студенты шли разгружать вагоны а их встречали какие-то люди на подходе к станции мы говорили вот вам деньги уматывайте на железнодорожных станциях в аэропортах морских и речных и портах скопилось огромное количество грузов доставленная из республик ссср и из-за рубежа среди которых были продукты если бы они поступили в магазине социальную напряженность которая неуклонно нарастала удалось бы ослабить увы грузы попадали не на попадали не на склады и прилавки а в лапы торговой мафии главари которые начали стремительно обогащаться именно тогда в конце восьмидесятых они заработали свои первые миллионы к тому же значительно ослабли связи центра и союзных республик москва уже не имела прежнего влияния на периферию поскольку коммунистическая партия всегда бывшая безоговорочным авторитетом теряла свое влияние бывший вице-премьер правительства россии михаил полторанин рассказывал я встретил в москве старого знакомого тему раза а валиани его избрали народным депутатом ссср от кузбасса он мне сообщил что кто-то стремится спровоцировать в кузбассе социальный взрыв с чего он это взял было много признаков преднамеренного доведения шахтеров до бунта задержка денежных средств запрет на выдачу спецодежды и другое но особенно показательно исчезновение товаров с прилавков магазинов сначала не стало мясной и молочной продукции хлебных изделий народ загудел следом исчезло постельное белье носки сигареты бритвенные лезвия затем не стало чая стирального порошка мыла и все это в течение короткого времени когда в августе 1991 года случился путь ггчп его глава янаев и же с ним выбросили в продажу продукты сыр колбасу консервы значит на каких-то складах они хранились наверняка мятежники выбросили бы больше еды но просто не успели если бы это произошло москвичи забыв о политических страстях побежали по магазинам набивать сумки и огромная толпа у белого дома мгновенно бы исчезла если бы народ хоть немного утолил голод успокоился увидел хотя бы небольшие ростки стабильности янаев со своими соратниками получил бы немалые шансы утвердиться в кремле гласность это конечно хорошо но к ней бы еще супчик наваристый и бутерброд с колбасой поразмышляем малость в разные времена на баррикады звали не столько оглушительный барабанной бои борьба за мнимые и явные идеалы а стремление утолить голод желание заполучить одежду поновее и жилье получше потом историки надували щеки и с умным видом рассказывали про то что верхи не могли они за не хотели жить по старому что кризис назрел и возникла историческая необходимость все же было намного проще ленивые присыщенные и впавшие в сытную дремоту правители просто забывали вовремя затыкать едой кричащие рты или надеялись на безграничное российское терпение и самодержавная россия рухнула от саботажа и предательства в феврале 1917 года был создан искусственный дефицит хлеба чтобы сполошить разгневать рабочих и их жен замерзавших на ледяном ветру в гигантских очередях провокация удалась народ с красными знаменами выплеснулся на столичные улицы великая российская империя рухнула за три дня история повторилась через 70 лет в конце 80-х годов в ссср стали припрятывать продукты магазины опустили разгневанный народ вылился на улицы москвы создалась взрывоопасная ситуация но горбачев отмахивался от тревожных слухов донесений надежных людей он нервничал метался прятался в форусе а когда вернулся в москву дела были совсем плохи в декабре 1991 года горбачев узнав о результатах переговоров ельцина кравчука и шушкевича в беловежской пущи чуть ли не со слезами сообщил что покидает свой пост президента ссср да и советского союза к тому времени уже не было на обломках великой державы начался пер новых властителей 1 января 1992 года жители россии начали лечить гайдаровской шокотерапии из каких-то таинственных закромов а на самом деле тщательно припрятанные в горбачевские времена появились отечественные и зарубежные продукты деликатесы элитное спиртное только стоило все это добро баснословно дорого с каждым днем цены повышались бешеными скачками похожими на прыжки кровожадного зверя специально для столетия валерий бурт жизнь по талонам